быстро коротко покажу свой лайфхак еще раз кто может быть не видел как я размечаю стежки я видела что некоторые это делают с помощью метровой ленты рулетки и так далее я делаю проще я распечатала два листа а4 совместила их у меня здесь круг с 36 лучами так прикладываем то есть видно где центр на самом деле он меня уже размечен ну я покажу еще раз нужен нужно частое плетение делайте часто можно еще меньше сделать между ними нужно покрупнее делаем крупнее и делаем насечки таких карандашом которые в принципе видны не будут то есть они будут видны только вам на готовом изделии их видно не будет у меня плетение крупное поэтому я размечаю у нас осталась пряжа цвет выбрала не случайно потом покажу что что я хочу заплагиатить можно сказать я этого слова не боюсь так как почему бы не попробовать во-первых я пробую что-то новое почему я и вижу эти шарики во вторых конечно же это интересно взять и может быть отчасти чью-то идею и воплотить ее в жизнь но по-своему своем цвете как я это вижу мне кажется это круто итак мы начинаем плетение как обычно суделков закрепляем нитку 0 не есть основа в наличии если нужно пишите в директ любого цвета эту основу я красила акриловой краской и почему акриловая краска во-первых она безопасна во-вторых это удобно не тратится очень много времени на обмотку ловца ну это просто мне больше по душе окрашивать на самом деле мне почему-то больше это нравится к тому же с цветом и восприятием у меня все замечательно я считаю то есть я подбирала цвет под нитки и он почти вот как мы видим не различим и мы начинаем делать тяжочки я нитку сдвоила потому что если делать нитку в одну то это будет немножко скажем так при крупном плетении видно ее конечно будет плохо но данный ловец он будет полностью текстильным без перьев он будет мне кажется детским больше детским и и он будет одинаково здорово смотреться как на детской кроватке так и на стене на люстре где угодно потому что размещать ловцы снов мне кажется можно просто где угодно у меня подружка например она повесила ловчик на гордине то есть он возле окна его хорошо видно на фоне штор и замечательно там смотрится к сожалению фото данного ловца у меня не сохранилось там было очень много металлических элементов и назывался валькирия вот первый ряд мы заканчиваем делаем узелок таким образом когда у меня лёля дома я прошу его обычно подержать он мне всегда в этом помогает я вот так переворачиваю все это делал еще раз повторюсь плетение максимально будет простое прям прям стандартнейше и мы идем дальше итак мы подошли к развязке как видим плетение у нас получилось такое очень мягкое я его называю оно такое прям вот свободное то есть сеточку можно легко примять для чего мы это сделали сейчас я вам покажу как затягивать серединку то есть мы без узелка просто протягиваем нитку в каждый каждый стежок покажу крупно вот сюда вводим нить и вытаскиваем ее можно сразу несколько зацепить то есть вот так вывести ее сюда все делают по разному я обычно не тороплю потому что торопиться мне абсолютно некуда но можно и вот так потому что плетение и длина уголки позволяет это делать смотрим что у нас получается следим чтобы это было равномерно вот такое вот солнышко очень круто смотрится я такие штучки люблю и что мы дальше делаем нужно это делать все придерживать чтобы зафиксировать я делаю такую воздушную петельку вот здесь петелька остается и продеваю в нее все таким образом у нас получилась вот такая серединка беру босеньку желтенькую это думаю логично и закрепляю так с одной стороны проходим опять делаем петельку так оставляем петельку здесь мы вводим вот сюда петельку накидаю прошу прощения и сейчас она затягивается вот и все вот и все готов такой прекрасный ловчик обрезаем что у нас получилось дальше я покажу что же я буду с ним делать